Whenever I wake up, try and take the sheep up, turn into the whole wide world I made up. На протяжении многих лет Spawn претерпел много различных изменений. Я имею ввиду, что из игровых автоматов Spawn перекочевал в комиксы, фигурки, фильмы, анимационные телевизионные шоу, мультфильмы, книги и конечно же видеоигры. В начале была игра Spawn на PS1, которая очень старалась показать иной подход к Spawn в видеоигры и включала в себя бои, много крови и бессмысленное насилие. Давая вам контроль над несколькими различными персонажами вселенной Spawn, игра предлагала продераться через бесконечные орды врагов и помериться с силами против боссов. То есть то, что каждый хотел проделывать, читая комиксы про Spawn. Через несколько лет, благодаря SEGA Dreamcast, Spawn наконец смог предложить что-то колоссально новое в мире видеоигр и воплотить в жизнь истинное насилие и кровь, которые всегда присутствовали во всем, что связано с данным персонажем игры. Сюжет игры взят из фильма про Spawn, в котором Элл Симмонс был оперативным военным, который был убит своим начальником Джейсоном Вуном, после чего был отправлен в ад за его предыдущую работу в качестве убийцы. Пять лет спустя после его смерти, Симмонс, желая увидеть свою жену Ванду, заключает сделку с демоном Мелл Боги. Возродившись, как Элл Спауна узнает, что его жена в течение тех пяти лет, что он умер, вышла замуж за его лучшего друга Терри Фильджеральда. Вот тут и начинается дикая движуха. И вот, в игре на Sega Dreamcast, Spawn и In The Demon's Hand в основном нужно бегать по различным мирам и всех просто и тупо мочить. Вы управляете одним из многочисленных персонажей, у каждого из которых есть свои собственные приемы силы и слабости. Допустим, если бы выбрали какого-нибудь ужасного Громиллу, который сносит башку любому адскому подонку, то у такого персонажа также будет какая-то определенная слабость, которая позволит другим игрокам пользоваться ей. Одной из особенностей игры является динамичность уровней. От того, как быстро вы закончите предыдущий уровень, зависит следующий уровень, расположение окружающих предметов в них и различные изменения. Поэтому интересно постоянно переигрывать уровни, чтобы увидеть какие изменения на уровне ждут вас в этот раз. Другой интересной особенностью является то, что вы можете объединяться с компьютером и пойти против натиска врагов, но уже с прикрывающим в вашу спину компьютерным помощником. Будьте также готовы к тому, что в игре вас легко могут отправить на тот свет, и если вы рассчитываете пройти уровень из получения урона, то вы глубоко ошибаетесь. Помимо этих особенностей в игре существует много коллекционных вещей, типа портретов персонажей и различного оружия, которое необходимо найти. Таким образом, разработчики заставили игрока перепроходить уровни снова и снова, чтобы найти и собрать все предметы и оружие, которыми, кстати, можно потом пользоваться. При таких раскладах вам придется пройти игру по несколько раз абсолютно за каждого персонажа, которых в игре 36, чтобы найти все ништяки. Представляете, сколько это займет времени? Но в компании хороших друзей в мультиплеере время лететь незаметно. Что касается управления в игре, то оно довольно простое, так что даже новичок сможет быстро адаптироваться. Есть кнопка выбора оружия, кнопка стрельбы, прыжка и использование суператаки. Все сделано просто, учитывая опыт игроков, так что вы никогда не запутаетесь в управлении, даже в диких баталиях при перекрестном огне. Главное немного практиковаться, и все будет окей. Тем не менее, нужно будет прилавчиться к специальным атакам каждого персонажа, чтобы эффективно использовать их сильные стороны. Ведь бывает, что враги прижмут вас по полной, и только знание и умелое использование специальной атаки сможет спасти вашу жизнь. А еще в придачу игровая камера крутится так, что можно вызвать рот. Вот. Хорошо детализированная и по-настоящему современная для тех времен графика очень привлекает игрока. Тем более, когда вам предлагают с пулеметом наперебес рубать хорошо известных по комиксам и фильмам персонажей. Есть, конечно, в игре персонажи, про которых я слышал в первый раз, но зато теперь я уже их знаю. Так что не пугайтесь, когда в списке выбора персонажей увидите пару незнакомых рыл. Большинство уровней в игре взяты и срисованы с того или иного номера комикса про спаун. Как я уже упоминал, в этой игре существуют небольшие проблемы с камерой. Из-за чего, кстати, некоторые критики поставили невысокие оценки игры. Проблема в том, что иногда камера показывает вас, врага или какие-то действия с неправильного ракурса. Вот вроде бы вы поворачиваетесь на врага, но видите перед собой черный экран, потому что камера смотрит на вас сзади через текстуры. Тем не менее, вы увидите, что детализация персонажей и уровней в игре довольно-таки хороша, как для игры данного жанра. Поэтому можно простить ошибки с камерой. Размеры персонажей, таких как Kill Gore, Overkill и других, можно воспринимать, как если бы они стали рядом с нами. То есть, прикиньте, если бы рядом с вами оказался огромный спаун, сокровавленный мечом и окутанный цепями. Музыка в игре в стиле хард-рок придется по вкусу всем любителям хардкора. Хоть саундтреки и зациклены по кругу во время боя, музыка все равно поднимает боевой дух, вплоть до последнего выстрела. Звуковые эффекты, выстрелы, взрывы и голоса персонажей проработаны очень классно. Они звучат действительно жутко и брутально, а иногда вгоняют в ужас. При всем при этом, если долго играть в спауна, то музыка и звуковые эффекты начинают надоедать, потому что зациклены. Игра Spawn in the Demon's Hand по сути является эксклюзивом, не считая, что она была также на игровых автоматах и однажды ее хотели сделать на PS2, но не задалось. Так что получается, адская игра про спауна с хорошей графикой осталась лишь на Dreamcast. Дикий экшен, лютое насилие, тонны крови, куча оружия и персонажей вселенной спауна не оставят равнодушным никого. Для тех, кто является поклонником серии, эта игра вообще будет дивой находкой, ведь в какой игре еще можно встретить всю эту ядовую спаунскую смену? Продолжение следует...